здравствуйте товарищи тема сегодняшней лекции государство эта лекция идет за темой классы идет она за этой темой не случайно в связи с тем что само понятие государства классовое понятие не классового государства не бывает можно было бы на этом не останавливаться не упирать но беда состоит в том что в 1961 году когда на 22 съезде партии рассматривался вопрос о пересмотре программы программу было записано что у нас общенародное государство то есть с точки зрения марксизма это ничего общего не имеет с понятием государства общенародных государств не бывает а какой смысл может иметь такое утверждение или такое заявление имеет смысл пересмотра коренных основ теории государства а зачем нужно эти коренные основы пересматривать это значит что тут вмешиваются интересы классов а это значит что тот класс который командовал государством который осуществлял свои интересы с помощью государства уступает на самом деле место другому класса а для факта жизни не имеет значения он уступает потому что он не понял потому что он неграмотный потому что он не боролся или потому что он боролся и проиграл вот во всяком случае такая произошла ситуация результатом которой как вы знаете явилась уничтожение государства диктатуру пролетариата ликвидация социализма возникновение снова реставрация капитализма и вот та ситуация в которой мы сейчас живем а большинство трудящихся создает прибавочную стоимость для капиталистов а меньшинство капиталистов и потребляет эту прибавочную стоимость но естественно она тоже хочет оформлять это государство как государство всех людей как государство просто государство классовый характер которого не только не фиксируется но и вообще не упоминается и так далее но как вы понимаете наука есть наука науку обхитрить нельзя потому что нельзя обхитрить истину а истинное соответствие понятия объекту если вы берете не те слова значит это не истина если есть она значит это ложь и вот ложь о государстве она не должна присутствовать у вас в головах потому что люди молодые и начинать свою жизнь с того чтобы закладывать в голову ложь конечно нельзя и так что же такое государство начнем с того чем мы завершили предыдущую лекцию из того что мы рассмотрели вопрос о классах а раз идет вопрос о классах значит пока есть классы есть и классовая борьба почему потому что класса отличается по положению в производстве а положение в производстве определяет их интересы я поэтому сейчас дам определение экономических интересов и прошу его зафиксировать оно очень важное каждый человек грамотный должен знать что такое экономические интересы это нам нужно для того чтобы знать каковы экономические интересы классов а если мы знаем каковы экономические интересы классов дальше мы уже можем видеть что из этого получается для взаимоотношения классов скажем может могут ли быть одновременно удовлетворенные интересы всех классов. Или в одинаковой степени они могут быть удовлетворенные. Или положение в производстве влияет каким-то образом на интересы, или оно никак не влияет. И так далее. Итак, что же такое экономические интересы? Ну, если взять Гегеля, Гегель, как известный идеалист, он в этом вопросе неглубокую, так сказать, бороду проделал. Он сказал, что интересы двигают жизнью народов. Он, как человек умный, просвещенный, глубокий, он, тем не менее, хотя у него нет определения интересов, он обратил внимание на то, что интересы двигают в жизни народов. То есть в основу деятельности своей люди кладут свои интересы, даже если они об этом не знают, даже если они об этом не читают, не слышат, не разговаривают, не догадываются, а все равно в основе их деятельности лежат экономические интересы. Так что же такое экономические интересы? Для того, чтобы сказать, что такое экономический интерес, надо с самого начала отделить понятие интересов от экономических, от психологических. Вот если речь идет о психологических интересах, даже в языке по-другому говорят. Если говорят о том, что это какой-то психологический интерес, то говорят, я интересуюсь рисованием, чтением, я интересуюсь вопросом о государстве. Если вы чем-то интересуетесь, или вы интересуетесь биологией, или вы интересуетесь музыкой, это что значит? Это значит, вот это есть некоторый предмет, который привлекает ваше внимание. Вот вы можете заинтересоваться этой лекцией, а можете не заинтересоваться. Это какой интерес? Это интерес психологический. То есть, как определяется психологический интерес? Это концентрированная направленность внимания на удовлетворение определенных потребностей. Вот и все. Если вы на чем-то концентрируете свое внимание, оно привлекло ваше внимание, это значит, говорят, предмет вашего интереса. Вот был такой чехословацкий ревизионист и ренегат, предатель дела рабочего класса Ото Шик. Ото Шик написал книгу. Да, он был высокопоставленным представителем чуждых рабочему классу интересов. Он был директором института экономики Чехословацкой академии наук членом ЦК КПЧ Коммунистической партии Чехословакии. И он написал такую книгу экономика, интересы, политика. И эта книга была переведена на русский язык и широко распространена у нас в Советском Союзе. Поэтому тот, кто не знает, откуда у него в головах такое представление о экономических интересах, ну вот я тех информирую, что это у вас через вторые, третьи, десятые, двадцатые руки к вам попало в голову то определение, которое давал Ото Шик концентрировано на правильность внимания на удовлетворении определенных потребностей человека. Вот что такое экономические интересы. На самом деле это интересы психологические. Но в соответствии с тем, как Шик определил экономические интересы, у него получалось следующее понимание классовой борьбы. То есть классовая борьба рабочего класса. Это борьба связана с тем, что его внимание создано на каких-то потребностях. Если он потерял к ним интерес, то есть внимание его ушло на другие объекты или переключили его внимание искусственно на другие объекты, то у него теперь другие интересы. Отсюда и такого рода высказывание, что у рабочего класса есть интерес к классовой борьбе. Как будто сегодня есть интерес к классовой борьбе, завтра он пропал, этот интерес к классовой борьбе. А раз интерес пропал, то пропала и классовая борьба. А раз она пропала, то вдруг человек через некоторое время замечает, что он уже живет в другом обществе, как вот, скажем, мы наблюдаем, что и Чехословакия находится в каком в каком в буржуазном. То есть там буржуазный строй. А разве интересы там пропали у рабочих или в буржуазии? В буржуазии они появились вместе с появлением этой самой буржуазии, а в рабочего класса они всегда были, поскольку экономические интересы вовсе не так удовлетворяются, не так определяются, как в психологии. То есть психология, речь идет о явлениях сознания, а экономический интерес это характеристика не сознания, а экономического бытия. А в чем состоит экономическое бытие? Экономическое бытие это положение человека в системе общественного производства. Мы с вами уже об этом говорили на прошлой лекции в связи с определением классов, что классы отличаются во-первых по поместу в исторически определенной системе общественного производства, скажем, в городе или в деревне, по отношению к средствам производства большей части закрепленных и оформленных в законах, но не обязательно, если это не оформлено в законах, от этого экономические интересы как первоосновы никуда не деваются. По роли в общественной организации труда одни управляют, другие подчиняются по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. У одних есть достаточно много для своего развития, а у других мало. И важный еще способ получения, например, рабочему выгодно увеличение его заработной платы, а уже начальнику участка выгодно сэкономить на заработной плате, потому что он получает премию от экономии заработной платы. Это различие способов получения той доли общественного богатства, которые располагают различные социальные группы. и пока есть различия в экономическом положении, есть различия в интересах. В той же работе «Великий почин», откуда я взял определение классов, в этой же работе Ленин говорит, классы, как бы подводя итог этому определению, что классы это такие большие группы людей, из которых одна группа может присваивать труд другой группы, благодаря различию своего положения в общественном производстве. Вот поэтому экономические интересы это характеристика экономического бытия, положения людей в общественном производстве. Ну а теперь я могу вам дать точное определение экономических интересов, которые вы можете записать, зафиксировать. Экономические интересы это такая характеристика положения людей в системе общественного производства, которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно. А именно, что улучшает и что ухудшает их положение, и в какой мере, в какой степени. Вот что такое экономический интерес. То есть, не важно, что вы думаете по поводу этих самых интересов, вообще не важно, какие мысли у вас бродят в голове, а важно то, что вам выгодно. Пример. Вот, представь себе ларек. В ларьке, как теперь это называется, малый бизнес, в ларьке сидит владелица этого самого ларька, и она что-то продает. Она заинтересована в том, чтобы продать подороже или подешевле. Естественно, она заинтересована в том, чтобы получить больший доход, и поэтому она рассказывает, какие у нее замечательные товары, поэтому она заинтересована продать подороже. К ней подходит кто? Покупатель. А покупатель, в чем его экономический интерес? В положении покупателя ему выгодно купить такой же товар за меньшую цену. Он говорит, а что так дорого? То есть, ей дешево, а ему дорого. И вот, так сказать, они могут тут торговаться, найти некую, так сказать, среднюю величину, или наоборот, разгневанный этот самый покупатель, поскольку ему не пошли навстречу, не снизили цену, уходит. Или наоборот, значит, эта самая продавщица решила, что если она не снизит, то у нее вообще никто ничего не купит, она все-таки снижает, и покупатель уходит довольный, она остается недовольной, поскольку у них разное место в системе общественного производства, и разное положение. Вот, что значит характеристика положения. И вот та же самая продавщица, та же самая собственница ларька, потом выходит из своего ларька, идет в ларек напротив, покупать то, что ей нужно, и то, чего у нее нет. У нее продукты, которые она продает, это рыба, которую ей привозят, тех, кто ее ловит. А напротив продают фрукты, овощи, она подходит, и цены там предельные, говорят, что это такое, что за цены у вас такие, откуда такие вы взяли, ну, что вы гравите народ, и так далее. Но самое интересное, что она в народ входит. Почему? Потому что мелкие частные собственники, которые живут своим трудом, никого не эксплуатируют, они являются мелкими производителями, мелкими буржуа, по понятию мелкого буржуа. А мелкие буржуа входят в понятие народ. Народ – это те, кто производит материальные блага. А материальные блага производят рабочие, и все, кто не является рабочими, но живет своим трудом. Вот раз он своим трудом живет, производит материальные блага, а не эксплуатирует чужой труд, или эксплуатация чужого труда, может быть, есть в каких-то только элементах, но не является главной формой, главным способом ее деятельности, ну, вот он тоже входит в народ. И вот как народ, он возмущается, какие высокие цены. Поскольку у нее своих цен очень мало только на эту рыбу, которую она продает, а все остальные цены не ее, она возмущается, ужасный вообще уровень цен. Вот, так сказать, такая в этом смысле картина. Если человек поменял свое положение, был рабочим, стал капиталистом. Бывает такое? Бывает. Редко. И сейчас уж совсем редко. Это, так сказать, трудно. Ведь для того, чтобы стать капиталистом, надо иметь первоначальный капитал. А для того, чтобы иметь первоначальный капитал, надо обязательно, как понимаете, даже тот закон, который был, вполне буржуазный, нарушить. Например, вы слышали, наверное, про амнистию капиталов. Что она всеобщая. Что все капиталисты, если отсчитать пять лет назад, открутить, все, так сказать, получили амнистию своих капиталов. Это значит государство. Мне интересуется, откуда у вас столько денег, откуда у вас такие средства производства, откуда у вас земельные ресурсы, откуда у вас гигантские здания и сооружения. Вот Рома Абрамович, наверное, он в шахтах работал, я же зарабатывал мощные пласты, недр наших и так далее. Или вот собственники Русала, видимо, находили, так сказать, и в касси геологов, находили где местонаржение алюминия. Они построили гигантские предприятия и электростанции, без которых вообще не выплывешь алюминий. Нет, никто это ничем не занимался, но они вот оказываются собственниками, крупными, так сказать, капиталистами, магнатами. Так вот, государство им дало амнистию. Я вам докладываю, как профессор по кафедре экономики прав, что амнистия – это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, государство освобождает вас от ответственности, не разбираясь, как вы наворовали, где вы взяли. То есть, это не то, чтобы заявление о том, что вы не воры, не жулики, не обманщики. Нет, это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, вас освободили по причине, что, дескать, давайте развивайте производство, мы не будем спрашивать, откуда у вас это и так далее. Хотя, на самом деле, как вы понимаете, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Это народ знает очень хорошо. Это, конечно, не юридический тезис, но тезис – это экономический, который говорит о том, что человек, который создает все своими руками, может создать то, что гораздо меньше, чем то, что находится в руках современных наших капиталистов. Ну вот, значит, надо запомнить, что есть экономические интересы, и они различаются. А если у нас с вами разные экономические интересы, мне выгодно вот это, а вам выгодно другое. Есть что-то такое, что обоим нам выгодно, правильно? Значит, мы вот по этому вопросу можем быть солидарными, можем взяться за руки, пойти по этому пути, который осуществляет наши общие интересы. Но наши общие интересы могут быть очень узкими, а вот то, что нас разделяет, может быть очень значительным. И мне вот это выгодно, а вам вот то выгодно. Вот не забывайте, что если речь идет о студенческих лекциях, ну, в общем-то, мне выгодно лекцию читать лучше в аудитории, чем по скайпу. Почему? Потому что я вижу, кто как реагирует, вижу, что если кто-то чем-то, так сказать, заинтересовался, я могу на этом остановиться. Если кто-то с чем-то не согласен, я вижу, что он не согласен, я могу ему дать возможность сказать, чтобы он сказал, с чем не согласен, на этом тоже остановиться и разобрать. И так далее. То есть, поэтому, одно дело, это очное обучение, которое на порядок выше и лучше, чем заочное обучение. То есть, сейчас очень некоторые рады, что вот у нас как здорово, мы используем технические средства обучения, ведем обучение. Ну, это значит, что очники, по крайней мере, сейчас на длительное время, превратились в положение заочников. А мы читаем лекцию по принципу на подавесе. То есть, нравится вам что-то, не нравится, понимаете вы, не понимаете вы. Ну, тем не менее, можно, конечно, нагородить еще и так, что сделать типа конференции, что вы будете, что я буду все время через каждые пять минут останавливаться, и вместо того, чтобы вести логическую нить, значит, препираться и отвечать на вопросы. Хотя, я как человек, достаточно много читавший лекции, я и так могу увидеть, кто-то что-то, если не понимает, или что-то ему не нравится, то я могу на этом остановиться, без того, чтобы его допрашивать. А что вам, собственно, не нравится в моей лекции? Да нет, он скажет, все вроде хорошо, и так далее. Но если я чувствую, что что-то здесь не досказано. Если интересы различаются, значит, одним людям выгодно одно действие в каких-то вопросах, а другим людям другое действие. А если у меня идет борьба за это действие, а у вас борьба за это действие, за другое, то значит, это у нас классовая борьба. То есть, это борьба, которая связана с противоположностью или с различием экономических интересов. Чтобы была даже, чтобы была эта классовая борьба, достаточно просто различия в интересах, не обязательно противоположных. То, что вы говорите, пойду по этой дороге. Я говорю, нет, пойдете по этой дороге. А вы говорите, нет, я пойду по этой дороге. А я говорю, что нет, вы пойдете по этой дороге. А если вы принадлежите к подчиненному классу, а я к главному, Я им говорю, что вы пойдете по этой дороге, по которой я сказал, иначе сейчас придут соответствующие люди вооруженные, и они вам расскажут, по какой дороге надо ходить. А если вы будете продолжать пытаться двигаться по другой дороге, то вы окажетесь где? В тюрьме. Вот что такое государство. Государство – это такая организация, которая выставляется как всеобщая организация, народная. То есть она на весь народ налагается. Вроде как все в ней присутствуют. Каждый состоит в этом государственном учете, имеет соответствующий номер. У нас некоторые церковники выступают против того, чтобы номеровали. Против ННН выступает. А посмотрите на свой паспорт. Там есть ваш номер. Все пронумерованы. Все более-менее взрослые люди с 14 лет уже имеют паспорта, и все они пронумерованы на учете о государстве. Если вы пойдете не туда, куда указывает государство, значит, с помощью силы государство вернет вас на правильный путь или посадит вас в тюрьму. Ну, других у нас пока мер нету. Хотя у нас даже и смертная казнь имеется. Хотя объявлен мораторий на ее применение. Вот такая картина. Поэтому, если есть различия в интересах, есть различия в поведении. Если есть различия в поведении, значит, в том решении вопроса, куда идти и как действовать, значит, есть борьба. Если есть борьба, то в этой борьбе побеждает тот, кто сильнейший. А что значит сильнейший? Вот это вопрос о том, как формируется, как идет вообще борьба в классовых обществах. В классовых обществах, как вы знаете, есть правящий класс, а есть класс подчиненный. И для того, чтобы эту картину увидеть, надо ее рассмотреть исторически. И первым делением на классы, которое произошло в человеческом обществе, после того, как оно перестало быть первобытным общинным коммунизмом, было деление на классы рабовладельцев и рабов. Что такое раб? Раб – это побежденный изначально. Побежденный представитель другого племени. То есть, он как бы должен был быть убийц по справедливости. Поскольку вы со мной воевали и проиграли, то все, вы не имеете никакого права на существование. Но в силу гуманности победителя, в силу гуманности, он вас не убивает, а оставляет живых под условием, что вы будете на нее работать и беспрекословно подчиняться. А что значит беспрекословно? А вот как вот его становят рабовладелец, так и будет. А если вы не будете подчиняться, то вы можете быть убиты в любой момент. Скажите, пожалуйста, раб, рабовладелец мог в любой момент убить раба? Да. Почему? Потому что раб – это собственник, рабовладельцы. А кого больше, рабов или рабовладельцев? Ну, рабов, конечно, больше. Все больше и больше этих рабов, они еще расплодятся. Поэтому рождаются дети уже в рабстве, которые изначально не были уже свободными, они родились как рабы, и психология их рабская. Они запуганы, они, соответственно, не обучены. Они, соответственно, не имеют той свободы, которая нужна для развития, которая была у их родителей. И вот, значит, есть рабовладельцы и рабы. Ну, как вы представляете себе жизнь в Древнем Риме и в Древней Греции? Ну, это зависит от того, кто вы. Если вы рабовладелец, жизнь очень хорошая. Очень хорошая. И погода там хорошая, и климат отличный, и богатство, пожалуйста, и виноград, и вино, и ясто. И ничего делать вам не надо. А все делают рабы. Вам только нужно позаботиться о чем? О том, что эти вот рабы, которых много, они могут вместе собраться, договориться, и сделать восстание, восствергнуть. Что нужно сделать, чтобы они вас не свергли? Правильно. Нужно следить за этим, быть начеку, и нужно иметь специальных людей, которые будут следить за порядком. Из числа рабовладельцев, разумеется. Или это рабовладельцы делают по очереди, или они это выделяют из себя, значит, отдельных представителей, которых будут они обеспечивать всем, и они будут за этим наблюдать. А чтобы руководить вот этими самыми органами порядка, то есть вооруженными людьми, которые будут защищать интересы рабовладельцев, нужны специальные люди, которым доверяется право решить, применять или не применять силу. Применять можно ее свободно, по отношению к рабам, поскольку любой рабовладелец сможет в любой момент убить своего раба. Соответственно, такими же правами наделяются вот эти органы. И вот создается целая организация, которая, как организация силы, в которой сосредоточены представители господствующего класса, наблюдающие за общим порядком. А порядок состоит в том, чтобы все рабы действовали в интересах рабовладельцев, а не в своих собственных интересах. Правильно? У рабов есть интерес? Конечно, есть. Ему главный интерес – освободиться от рабовладения и свободно трудиться на своей земле и наслаждаться жизнью. Нет. Он должен теперь с утра до вечера работать на рабовладельца. Рабовладельцы работали часов по 15. Вот сейчас наши рабочие уже догоняют в капиталистической России рабов по продолжительности времени. Все больше и больше эта продолжительность. Но они тут как бы лично свободные, а рабы не являются свободными, они ничего не решают. И все зависит от воли их хаяина. Я помню, когда был еще в школе, мы рассматривали такую картинку, как собирает виноград раб. И у него такой деревянный воротник, такой, чтобы он рукой, если он возьмет виноград и хочет положить его в рот, он не дотянется. Не дотянется, потому что виноград не его. Ты иди собирай виноград, а есть его не надо. Ну, сейчас-то кто собирает, он, конечно, может и есть сколько хочет. Тем более, много-то не съедите. Ну, сколько вы съедите? Ну, килограмм съедите. Ну, два. Ну, три. Ну, больше-то не съедите. Нет, вот такое было жабо деревянное, чтобы раб не поел виноград, принадлежащий рабовладельцу. Ну, естественно, эти самые рабы, поскольку они были очень часто, то есть, весьма образованными и толковыми людьми, поскольку они только что были, вот, может быть, вождями другого племени, а тут они оказались рабцы. Они начинают готовить вооруженные восстания. То есть, надо, они считают, что надо одновременно захватить оружие у рабовладельцев, когда те зазеваются или на солнышке прилегли, вот, убить своего хозяина и, так сказать, ликвидировать, так сказать, уничтожить этих самых рабовладельцев и стать свободными людьми. Ну, и такие восстания время от времени поднимались и в Древней Греции, и в Древнем Риме, ну, и наиболее известное нам восстание, это восстание Спартака, которое, так сказать, успешно сражалось, так сказать, с вооруженной силой рабовладельцев, но, как вы понимаете, силы не равны. То есть, с одной стороны, это обученные специально и подготовленные специально, можно сказать, органы, это, так сказать, вооруженные силы рабовладельцев, а с другой стороны, только наспех сколоченные, вот только на днях, собравшиеся представители рабов. И поэтому, конечно, при том, что, если есть выдающееся руководство, в данном случае мы говорим о восстании Спартака, то и восстание было выдающимся, и оно потрясло с вами основы прежнего рабовладельческого государства. Но в итоге мы знаем, что оно потерпело поражение, и в итоге, что у нас на память имеется команда Спартак, футбольная, в память о том восстании Спартака, которое было. Во всяком случае, уважение руководителя этого восстания, оно зафиксировано в исторической памяти и в народной памяти. Ну, а как вы думаете, если бы выиграл Спартак, то что было бы? Какой был бы строй? А такой бы, только другие рабовладельцы и другие рабы. Вот и все. Точно так же, если вы возьмете следующий строй, это феодализм, крепостничество, то, несмотря на то, что были восстания, мы знаем, и Кондрата Булавина восстания в России, и Степана Разина, и Емельяна Пугачева, и это могучи были восстания, и большая была организация крестьян, вооруженные крестьяне, сражались против помещиков. Ну, и какой бы они строй установили на том этапе развития человечества, ну, как бы другого царя. А потом другой этот царь, хороший, умер, пришел уже не такой хороший, и все бы вернулось на круги своя. То есть, было вот время, когда у нас было общество феодальное, и это феодальное общество связано с определенным уровнем развития производительных сил. Мы на этом, на том, что деление на формации зависит от уровня производства, зависит от уровня развития производительных сил, восстанавливались на прежних лекциях. Ну, просто, сейчас мы смотрим шире на эту проблему. Значит, если определенный уровень производительных сил, определенная общественно-экономическая формация, то и этой общественно-экономической формации соответствует определенная организация, которая занимается принуждением. Чего? Почему? Принуждением подчиненного класса, трудящегося, тому классу, который является господствующим и является классом эксплуататорским. А как вот назвать эту организацию? Организацию и силы, которую держат в руках правящий господствующий класс и подчиняют себе класс, который создает непосредственные материальные блага. Эта организация и называется государство. Государство. Государство – это не общее такое понятие, есть границы, и тут находится государство Россия, а вот там государство Испания, а вот там государство Америка. Это страна Россия, а государство у нас на сегодняшний день капиталистическое, буржуазное. Это что значит? Это значит, что государство держит в своих руках все необходимые органы силы для подавления сопротивления того класса, который эксплуатируется для того, чтобы поддерживать тот порядок, который есть. Государство поддерживает порядок, да. Государство поддерживает порядок. А кто устанавливает этот порядок? А устанавливает этот порядок тот класс, который является господствующим. Кто господствует, тот и устанавливает порядок. А если вы не господствуете, то вы должны подчиняться этому порядку. А не будете подчиняться этому порядку, будете сидеть в тюрьме. Или, если вы вздумали на кого-то сейчас напасть с оружием в руках, вы можете быть убиты во время спецоперации, когда этот порядок наводили. Или когда сообщают, что произошли теракты, и вот подозреваемый убитый. И, так сказать, хотя у нас есть целая длительная такая процедура, если на вас завели какое-то уголовное дело, то сначала вы, или прежде чем заведут это дело, сначала вы задержаны. Задержать вас больше, чем на 4 часа для выяснения личности нельзя, если у вас есть паспорт. То есть, если вы ходите без паспорта, вас можно задержать, посадить в клеточку, и там, пока бы у товарища в шахматы играть, вы будете там отдыхать, если вы бегали перед этим. Но не более 4 часов, если нет никаких нарушений. А вот если у вас нет паспорта, будут уяснять это дело, кто вы и что вы. Сейчас есть компьютеры, начнут связываться с одними, с другими, с третьими, и если все данные подтвердятся, вас отпустят. А вы, может быть, подозреваемый, по какому его делу. Что значит подозреваемый? Попали в поле зрения, похожи на кого-то. Вот смотрите, посмотрите на меня, я вот на кого-то похож, потому что у меня тоже два глаза, нос, рот, уши. Это кого-то, вам никого это не напоминает? То есть, вот если бы вы были в этих органах, и на меня посмотрели, сказали, Михаил Васильевич, нам кого-то напоминаете? И я уже могу быть задержан как подозреваемый. Дальше, сколько меня могут пробежать, это зависит уже от того, в чем подозревает. А если его подозревает в тяжком преступлении, например, человека в убийстве, могут пробежать его без предъявления обвинения 10 дней, 10 суток. Вот вы 10 суток будете сидеть в каталажке, это как бы не тюрьма, камера предварительного заключения, предварительного, это еще ничего, это вы еще так, отдыхайте. Вот в камере предварительного заключения вы можете просидеть 10 дней, если подозреваетесь в совершении какого-то тяжкого преступления. Через 10 дней вы должны или выпустить, или вам должны предъявить обвинение. Как вы думаете, трудно вам предъявить обвинение? Нетрудно. Пишется письмо, то есть пишется письменная такая бумага о том, что обвинительное заключение, обвинение. В том, что вы обвиняетесь в том-то и том-то. И вам ее вручают из этого момента, когда вы получили. Поскольку у вас есть право на то, чтобы познакомиться с тем, в чем вас обвиняют. Вы эти 10 дней все время стучали в дверь и кричали, в чем вы меня обвиняете? Зачем вы меня здесь закрыли? А вам сказали, через 10 дней вы узнаете. Вот теперь вы узнаете, в чем вас обвиняют. Вам легче стало, что вас обвиняют в трех убийствах. Вот после этого, после как вы прочитали, в чем вас обвиняют, вы можете уже иметь право нанять адвоката. Если у вас есть деньги, но денег нет, вам могут дать и государственного адвоката. Но как-то вы, наверное, знаете, что когда это не тот адвокат, которого вы наняли, вполне возможно, что он не обязательно работает на вас, хотя считается вашим адвокатом. Поэтому у кого есть деньги, те нанимают своих адвокатов. У кого денег нет? Вы же понимаете, в каком мы обществе живем? В буржуазном. Деньги есть. Профессор Ященко, участник Великой Отечественной войны, в разведке служил. Он, Борис Романович, у нас на экономическом факультете, говорил так. Деньги есть? Иван Петрович. Денег нет? Паршивый сволочь. Ну, нет денег, значит, не нанимаете, но адвокат у вас есть. И во всяком случае вы можете читать теперь, в чем вас обвиняют, и думать, как защищаться. Мы в таком обществе живем, где очень много играют деньги. Если вы, скажем, тот человек, который подозревается большой бандит, у него уже очень много денег, а у вас денег очень мало, вы обычный рабочий, то он наймет хороших адвокатов. А вам нет средств, у вас нет средств на то, чтобы нанять таких адвокатов. А наша судебная система сейчас не ищет истину. Вот даже председатель Следственного комитета, товарищ Бастрыкин, все время поднимает вопрос, чтобы записать, что суд выясняет истину. Нет, суд у нас не выясняет истину. Если вы откроете кодекс процессуальный, который говорит, как должны совершаться судебные заседания и как вести судебный процесс, он говорит, что у нас суд носит состязательный характер. Вот мы с вами судимся, если я вас переговорил, то я выиграл. Если вы меня переговорили, переспорили, то вы выиграли. Но поскольку у меня и работа состоит в том, чтобы все время говорить, то очень большой шанс, что я смогу переговорить. А вы, может быть, через некоторое время могли бы меня переговорить, но вас уже отправят в местами столь отдаленные. Вот такое тут соотношение получается между теми, кто судится. Поэтому тот, кто наивно рассматривает органы, которые создаются в государстве, как некие надклассовые органы, тот не понимает, что государство – это на самом деле не просто какая-то система справедливости и права. Нету такой справедливости и равенства. Говорил Ленин даже в государстве, в государстве революции, даже при социализме быть не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Пока нет еще полного уничтожения классов, пока разное положение в производстве, нет неравенства. А никакого иного понимания научного справедливости не может быть, кроме как справедливость в смысле уничтожения классов. Если вы в неравном положении находитесь, значит жизнь несправедливая. Так вот, государство – это не просто совокупность, как разных всяких органов. Их много, этих органов. Во-первых, это государство – это орудие силы, это инструмент силы, это машина на силе, можно сказать. Машина, и не только в том смысле, что она очень мощная и большая, это не отдельные инструменты на силе, а машина. А еще и в том, что она действует так, как машина. Вот вы человеку что-то говорите, а он выполняет свою задачу, которая, так сказать, не вами сформулирована, а кем сформулирована, а кем она. Эта задача задана. А задана тем классом, который является господствующим. Вот государство – это не вообще некая бесклассовая машина на силе, которая, детская, защищает абстрактную справедливость. Это машина, которая создает себе правящий класс для обеспечения господства над остальными членами общества. Вот что такое государство. Государство – это машина на силе, организация силы для обеспечения интересов господствующего класса. А для того, чтобы оно это могло делать, оно имеет соответствующие органы. Органы очень разнообразные. Самый главный орган, который есть в государстве, как вы думаете, какой? Думаете, президент, премьер, правительство? Нет. Самый главный орган – это армия. Потому что большей силы, чем армия, нет. Кому подчиняется армия? Как вы думаете, вам или правящему классу? Правящему классу. Или, допустим, какой-то представитель класса, тоже правящего, начинает выступать, а армия подчиняется никому попало, никакому попало представителю класса. Она подчиняется специально выделенным классам, людям, которые уполномочены приводить в движение силовые структуры. И вот армия. Кроме армии, которая решает задачи защиты интересов правящего класса, а заодно и страны в целом, поскольку правящий класс заинтересован в том, чтобы его люди господствовали на этой территории, и чтобы трудящиеся работали на них, а не на деятелях другого государства. Поэтому государство защищает всех граждан. Всех граждан от чего? От того, чтобы они не взумали работать на интересы другого государства, пусть работают на свой класс. Это первое. Второе. Если вы думаете, что армия – это единственная сила, которая защищает интересы правящего класса, то вы ошибаетесь. А вы не слышали про внутренние войска? Вот армия, она вообще-то приспособлена для того, чтобы решать вопросы защиты правящего класса и страны в целом от иностранного нашествия или от иностранных войск. Но никто не мешает правящему классу пустить в ход армию для защиты интересов капиталистов в буржуазном обществе. И если надо, то и будет пущено. То есть как это делается? Обводится военное положение, и если военное положение введено, то всем уже командуют военные. А военные как командуют? Никаких обсуждений есть. Соответствующие приказы, и приказы выполняются. Кто приказ не выполняется, тот наказывается. Если сильно это, так сказать, не выполняет, очень сильно наказывается. И так далее. Ну и кроме армии существуют внутренние войска. Они оснащены всем необходимым для того, чтобы бороться с возможными выступлениями представителей того класса, который является эксплуатированным. А поскольку выступления могут быть индивидуальные и коллективные, то, соответственно, и вооружение имеется все на готове. И соответствующие машины, и соответствующие, так сказать, шумовые, дымовые, слезоточивые гранаты. Имеется необходимое количество дубинок для разгона тех или иных выступлений. Ну то есть, есть более тяжелые, может быть, применена любая техника, и в случае необходимости, и оружие. Вот. Это внутренние войска. Но этим не исчерпываются силовые структуры государства. Если я вот сказал, что государство – это орудие силы для защиты интересов господствующего класса, то какие еще есть организации силы? А полиция или милиция? Чем отличается милиция от полиции? Милиция вообще, по определению, это вооруженный народ. В свое время, Временное правительство разогнало полицию, Временное правительство разогнало царскую полицию, учредило милицию, народную милицию. То есть, как бы, это органы, которые являются органами народа. Потому что буржуазия, когда она прогрессивная, она выступает от имени народа и говорит народными словами. Но это, так сказать, народная милиция потом была заменена после Октябрьской революции рабочей милицией. И так слово «милиция» оставалось вплоть до того, как премьер Медведев переименовал милицию, полицию снова. А если милиция – это органы, это вооруженный народ, они защищают, как бы, весь народ, по идее, и поддерживают порядок в интересах всего народа, то полиция, она однозначно защищает интересы господствующего класса. А господствующий класс еще имеет дополнительные структуры, не государственного характера, а именно он может нанять специальные, так сказать, какие-то охранные структуры. А охранные структуры получают лицензии от государства, то есть они тоже государственные и входят в эту систему. Поэтому можно защищаться и полицией, и, так сказать, специальными охранными структурами. И есть закон об оружии, который позволяет всем иметь оружие, который соблюдает требования закона об оружии. Но оружие дорогое, и еще дороже его содержание. Потому что у вас должно быть соответствующее помещение, там должны быть соответствующие шкафы, все это должно быть соответствующих размеров и масштабов, и так далее. И все вы должны быть обучены в пользовании этим самым оружием. Оружие вам дается как бы на прокат, в аренду, и так далее. Ну, поскольку я проходил такое обучение на частного охранника, я знаю это, так сказать, из самого этого обучения. В организации интеркриме я проходил обучение. Вот мы ходили стрелять, чтобы уже, не так, как я раньше стрелял, будучи студентом, мы ездили на сборы. Я много-много стрелял уже в тире, на этих курсах, и уже попадал в девятку и десятку. Так что эта тренировка тоже, так сказать, как дело полезное и нужное. Короче говоря, у кого есть средства производства, у того есть, кроме этих структур, таких официальных, есть еще частные охранные структуры, и он может владеть оружием, владеть. Не собственником это, а на началах аренды. Ну и, так сказать, наш правящий класс в этом смысле вооружен до зубов. И мы знаем, что иногда выскакивают из машин люди какие-то, очень такие грозные, с пистолетами, и вдруг стреляют. А начинает разбираться, вроде как, он имел право стрелять. А он потом рассказывает, а была угроза моей жизни. И вы слышали, читали, что их сильно наказывают за применение оружия? Вот я такого не видел. То, что они стреляют, это я знаю. Это часто сообщают об этом. А вот то, что их наказали, это какая-то большая редкость. Какие еще здесь структуры? Ну, у нас есть и другие органы государственные, которые как бы на подходе к применению силы. Какие это органы? А вот суд. Суд этого чей орган? Это орган государства. Какая задача суда? Защищать интересы правящего класса. Ну, а как это пишется? Ну, значит, органы, суды, они якобы формируются независимыми. Кто назначает? Судью. Судью назначают, вот сейчас назначают судей президент. Ясное дело, что сам президент не знает всех тех, кого называют судьями, их тьма. Поэтому кто готовит? Буржуазные органы буржуазного государства в интересах класса буржуазии. Это не так, как было в советское время, что в суде было три человека. Один судья, который избирался населением на пять лет соответствующего района, в районном суде. И два народных заседателя, которые направляли коллективы трудовые соответствующего района сроком на один год. То есть, если даже кто-то подкупал вот этих народных заседателей, то эти народные заседатели через год уйдут, все равно придут другие. Неподкупные. Ведь некоторые неподкупные становятся подкупными со временем. А если это время короткое, то можно удержаться на состоянии неподкупности. И была так называемая тройка. То есть, два человека вообще не были судьями. Это были народные заседатели, а голосовали они на равных правах. И поэтому, если судья кого-то хотел засудить, то этому могли воспрепятствовать эти народные заседатели. И они все время менялись. А судья избирался раз в пять лет. А сейчас судьи невыборные вообще. Они назначены. И назначены они верховным представителем государства. А верховные президенты государства, президенты, какому классу служат? Ну, естественно, тому классу, каким является государство. У нас государство буржуазное, значит, он и служит буржуазией. Так что все хорошо. Интересы буржуазии обеспечены в суде. Это не значит, что вы не можете выиграть. Но если вы хорошо подготовитесь, и если вы приведете доверенных лиц, и они тоже хорошо подготовятся, если вы будете успешно защищаться, может быть, вы и выиграете. Во всяком случае, такие случаи, когда успешно, даже в буржуазном суде выигрывают, имеют место. А вот, например, Димитров выиграл даже в фашистском суде против гитлеровской комарилии, которая обвиняла его в поджоге Эхстага. То есть, из того, что я сказал, следует только одно, что вы должны понимать, что это органы разного государства. Они действуют в интересах буржуазии. Но буржуазия не может же так грубо свои реализовывать интересы. Она должна делать хотя бы вид справедливости. Поэтому, если вы успешно очень защищаетесь, то вы можете и выиграть. Готовьтесь и выигрывайте. Но на всякий случай, есть еще другие органы, которые защищают интересы буржуазии. Прокуратура. Что такое прокуратура? Может быть, вы не знаете, я вам скажу. Прокуратура – это такая система, которая защищает общие принципы ведения дел. То есть, которая обеспечивает одинаковость применения законов во всех сферах. Одинаковое понимание и одинаковое применение законов во всех сферах. Поэтому, если что, то обращайтесь к прокурору. А прокурор вам на ваше письмо напишет, что в настоящий момент не усматривается основание для применения мер прокурорского реагирования. Это что значит? Что это в настоящий момент не усматривается. А вы еще обращайтесь, заказывайте. В прокуратуре существует очень четкая система. Такая, что если вас не удовлетворил районный прокурор, кстати, я советовал бы к нему идти прямо на прием, но с заявлением, чтобы он на заявление мог написать резолюцию, а не кончить дело разговором. Поговорили и разошлись. И вы ушли ни с чем. А вот, значит, заявление ему передали, с личного приема дело идет быстрее. Потом, если ваша районная прокуратура не удовлетворила, вы можете обратиться в городскую. А если вы не получили решение своего вопроса в городской, вы можете обратиться в генеральную. Вот я был в генеральной прокуратуре, и вот там, когда сидишь в приемной, там на стенках объявление, что принимается только заявление по делам, по которым не получено положительного решения более низких уровней прокуратуры. То есть, если нет городских и областных решений отрицательных, то вы сюда не ходите. А если у вас отрицательное было решение, тогда можете в генеральную пойти. То есть, не то, что вам запрещают пойти в генеральную, а наоборот, говорят, пожалуйста, если у вас решение положительное, зачем сюда приехали? А если у вас решение отрицательное, ваши интересы не удовлетворены, вот давайте мы, так сказать, будем решать это дело в генеральной прокуратуре. Ну, есть, скажем, еще прокуратура округов. Однажды одного моего коллегу обвинили незаконно и несправедливо, и большую помощь оказала северо-западная прокуратура северо-западного федерального округа, которые только вновь созданы. То есть, не надо считать так, что если это органы буржуазного государства, там нельзя вообще ни в каких органах выбирать. Можно, только шансов, конечно, меньше, чем для представителей господствующего класса, который, имея в руках определенные суммы средств, всегда может без того, чтобы давать взятки. Я не на это намекаю. А, допустим, он наймет 15 замечательных адвокатов, а вы столько не наймете, и они будут рекой, так сказать, выступать, и их речи будут длиться, и показывать, какой вы такой-сякой негодяй, и какой хороший тот человек, с которым вы судитесь. И вы проиграете. Так что, ну, вы можете тоже много привести, пока еще, всех, кому вы можете доверить, как доверенные лица. А если вы просто приведете своих знакомых в суд, они минимум должны будут сидеть и молчать, потому что в суде не разрешается говорить. А вот если вы доверенность им дали, ну, участие, вот когда объявят, ну, это слово там, ИСУ или ответчики, а вы это слово можете получить либо в начале, когда еще после открытия заседания могут быть заявления, могут быть документы представлены для приобщения к делу, и в то же время, тогда, когда наступят основные ваши выступления, как ИСА или как ответчика, вот вы можете выиграть в суде. Как показывает опыт тех, кто участвовал в многочисленных судебных процессах, трудящиеся могут выигрывать. Вот мне приходилось защищать интересы газеты, российской общественно-политической газеты, Народная правда, ее редакции, и мы довольно, так сказать, успешно вели процесс против Комитета по печати администрации Санкт-Петербурга, в связи с тем, что она не предоставляла нам льготную аренду. То есть, это дело тоже связано с сознанием, с овладением, такими вещами, как право и так далее. Но это отдельный вопрос, и у нас еще на эту тему отдельная лекция будет. И сейчас мы должны зафиксировать, что вот я вам обрисовал, это, собственно говоря, те органы, которые и выступают как органы принуждения, а есть органы, которые выступают как органы разговоров. Например, парламент. Парламент от какого слова? Слово парле. А что такое парле? Говорить. Что такое парламент? Поговорильня. Ну, это только кажется, что это говорильня. Поговорят, 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 а потом примут закон. А что такое закон? Закон – это такое правило, за неисполнение которого могут быть применены средства государственного принуждения. То есть, существует упорядоченность применения силы, не просто так, кто хочет и как хочет применять. Нет, сначала надо поговорить, то есть, представители буржуазии собираются в парламент, то есть, есть нижняя палата у нас, как называется, Государственная дума, есть верхняя палата нашего парламента, это Совет Федерации. Вот они обсуждают первое чтение, второе чтение, третье чтение, принятие, потом переходит это дело в Совет Федерации. Совет Федерации может обратно вернуть, потом те дорабатывают, и потом, значит, на подпись президенту, если президент не согласен, возвращает назад. А если это Федеральное собрание Российской Федерации не согласно с президентом, они могут преодолеть вето президента, если все, большинство, в деле третье проголосуют против, и тогда президент обязан подписать. Получился после этого закон? Не получился, потому что закон – это такое правило, которое должно быть всем известно. Поэтому нужно опубликовать. Вот после публикации в Российской газете и в соответствующем издании, там, собрании законоположения Российской Федерации, закон вступает в силу, и если в нем самом не указано число, с какого он вступает, и после этого вы его нарушили, значит, вы будете подвергаться принуждению, тем или иным мерам, которые установлены этим законом. Вот таким образом, вроде там говорили-говорили, а кончается все равно тем же самым – законом. То есть, вот эти нормы закона – это нормы применения государственного повреждения. И вообще, я забегаю немножко вперед, но все равно скажу, что право – это возведенный в закон воля господствующего класса. Вот что такое право. Но об этом мы отдельно еще поговорим. И вот таким образом еще органы. Теперь есть органы, которые не являются законодательными, а являются исполнительными. Вот кто глава исполнительной власти у нас? Президент. Что он исполняет? Вот кто выше – президент или Дума? То есть, и Дума, и Совет Федерации, а вместе – федеральное собрание. Выше федеральное собрание. Почему? Потому что оно принимает законы. А если оно принимает законы, то что выше – закон или указ президента? Закон. Поэтому Дума может принять особые федеральные законы двумя третями голосов, обычные федеральные законы. Дума может принять такие законы, которые должен подчиниться президенту в своих указах. Потому что указы издаются на основании законов. И иногда получается так. Люди думают, вот был указ президента, майский, начинают его реализовывать. Оказывается, при его реализации наталкиваются на какие-то законы, которым этот указ противоречит. И все, и реализация этого указа останавливается. Потому что на самом деле, если президент что-то хочет реализовать, он должен не просто указ издать, а он должен внести это в Думу, провести как закон, и тогда это будет идти быстрее и с гарантией. А если это просто указ, который может войти в противоречие с какими-то законодательными установлениями, принятыми федеральным собранием, то он не будет реализовываться, потому что законы выше указов. А еще, так сказать, ниже, если опускаться, дальше есть постановление правительства. Вот постановление правительства ниже указов президента, но оно тоже является обязательным. Что значит обязательным? Те, кто их нарушает, подвергаются тоже мерам принуждения. У нас есть разные же меры. Есть меры уголовного порядка, это когда вас сажают в тюрьму. И неуголовного, когда вас в тюрьму не сажают, но деньги с вас берут, штрафы всякого рода. Для этого есть два кодекса. Один административный, другой кодекс об административных правонарушениях. Вот этот кодекс об административных правонарушениях, административный кодекс, он не содержит норм заключения в тюрьму, зато с вас могут большие суммы денег брать по этому кодексу, по этому правилу. Это другого рода принуждение, более легкое. А есть еще у нас, кроме следствия таких органов, которые подготавливают вопрос к применению серьезных мер государственного принуждения, есть органы дознания. Дознание – это очень интересная такая формулировка. Дознание – это то ли еще у них знания нет, еще они не знают, что случилось. То ли они уже все знают про вас. Немножко надо дознать, и тогда уже вы упакованы, все уже с вами ясно. Но вот эти органы дознания, они большие меры применять не могут, тюрьму посадить не могут, оштрафовать. По итогам работы этих органов дознания суды применяют небольшие меры наказания, но тоже меры наказания. То есть, в случае чего, все это дело попадает в суд, и суд принимает меры. А вы можете защищаться, вам дано право. У нас демократическое государство, каждый может защищаться от любого нападения, защищайтесь. Но если на вас напало государство, как вы понимаете, это трудно защищаться от него, как это имейте в виду. Так, поэтому те люди, которые думают, что они в рамках данного государства смогут удовлетворить интересы рабочего класса, они глубоко ошибаются. Создайте свое государство, и тогда путь защищаются от государства рабочего класса те, которые с ним не согласны. Вот в этом состоял смысл той Октябрьской революции, которая состоялась в 17-м году прошлого столетия. Ну, какие еще есть органы? А есть администрации на местах. Вот вам эти органы показали, что у них есть сила. Они приняли меры к тому, чтобы во время коронавирусной инфекции вы без нужды не выходили из дома. Они написали, что мы вам рекомендуем. А вот рекомендовать, я думаю, что вы не можете мешать кому-нибудь или препятствовать тому, чтобы люди рекомендуют. Ну, рекомендуют и рекомендуют. Вы можете выполнять, можете и не выполнять. Но потом говорят, если вы эти рекомендации не будете соблюдать, то мы будем вас наказывать штрафом. А кто это вас может наказать штрафом? Штрафом можно наказывать или по решению суда, или какие-то органы специальные, которые не регионального уровня. Поэтому тогда соответствующие губернаторы обращаются в соответствующие российские органы, договариваются о том, что тогда полицейские будут составлять эти протоколы. Что это, так сказать, будет как бы наказываться, будет это органами уже государства, а не региональными органами. А сами по себе региональные органы, непонятно, как они могут такие функции на себя брать. Одни решат одно, другие другое. Еще же у нас 10 законностей в одних областях штрафуют так, в других всяк и так далее. Ну, во всяком случае, сейчас вы, особенно вот для изучения этой темы, очень хороший период, когда вы прекрасно понимаете, что вас и это не дают, и это не дают, и туда запрещают пойти. И вот никто не объясняет, почему нельзя ходить в парках и садах. И мне тоже непонятно, хоть я и доктор философских наук, и профессор по кафедре экономики. Мне непонятно, вот когда идешь по тротуару или по улице, навстречу тебе идут люди, и есть такие люди, которые идут как паровозы, как тараны. Они не отходят в сторону, не выдерживают эти полтора метра, которые все рекомендуют, государственные власти. И это очень сложно делать, надо куда-то отбегать или отпрыгивать и так далее. А если вы в парке, вы всегда можете выйти вправо или влево. Вот почему в парках нельзя гулять в это время, и почему надо не дышать свежим воздухом, а сидеть дома полтора месяца, а может два с половиной месяца. И что будет, если люди просидят дома два с половиной месяца, не говоря уже о том, что у некоторых граждан начинается психоз от того, что они сидят вот дома. Я думаю, что они не смотрят такие лекции, а таких лекций тоже радоваться не будешь, поскольку я вам сегодня рассказываю целую лекцию про принуждение. Что ж тут хорошего-то? Какая радость может быть после такой лекции? Понимание это должно быть, но особенно восторгаться, потому что у нас и там могут, туда не пойдешь, накажут, сюда не пойдешь, накажут и так далее. То есть, что у нас все за красивыми такими словами, когда говорят государство. Что значит государственный университет? Как вы это понимаете? А вот так, понимая, что будет лекциями, вот вы послушаете, запомните, можете повторить, можете еще повторить. Потом будет экзамен. А кто экзамен не сдаст, что будет? А вот я от имения государства буду сидеть на экзамене, экзаменатор. Какая там демократия? Никакой. Кто решает, вы или я? Вас много или один. А кто будет решать? Один. Я. И я от имения государства буду принимать решение. А если вдруг, по ощущению, вам оно не понравится, вы можете пожаловаться директору института или ректору. Создадут комиссию. Комиссия из кого будет состоять? Из студентов или из преподавателей? Из преподавателей. Как вы думаете, преподаватели поддержат такие меры, которые я принимаю для того, чтобы студенты лучше занимались? Я твердю, поддержат. Поэтому шансов у вас немного, скажу так. Но попытаться можно. Некоторые пытались. Поэтому, что значит хотят сказать, что это государственная... А то хотят сказать, что плохо будете заниматься, отчислим. До свидания и все. Поэтому занимайтесь хорошо. Это хорошо, что есть такие органы принуждения. Некоторых словами не заставишь. Их нужно убеждать действиями. Поэтому в этом смысле я не говорю, что принуждение всегда плохо. Оно кое-когда бывает и хорошо. Вон очень жесткий порядок был в лицее, где Пушкин воспитывался. И это, может быть, его приучило к такой очень большой работе постоянной, которой он занимался всю свою жизнь. То есть, такие легкие стихи за собой скрывают колоссальную работу, которую он проделал над этими самыми строчками своими. Вот что мы наблюдаем, если мы рассматриваем эти органы. Значит, что у нас получается? Вот у нас теперь, если мы в целом осматриваем нашу государственную машину... Ну, там у нас еще есть какие-то нижнего уровня законодательные органы. А что значит законодательные? Что такое законодательные органы? Это органы, где не просто поговорят, а примут законы. А законы – это какая норма, которую обязательно надо соблюдать. Если я не буду ее соблюдать, опять накажут. Опять накажут чем-нибудь за нарушение какого-нибудь закона, который приняло законодательное собрание Санкт-Петербурга или Дума Москвы. Ну, соответственно, Дума Москвы для москвичей, а для нас есть родное законодательное собрание. И это все сводится к принуждению. Что мы должны из этого запомнить? Что всякое государство является машиной насилия в интересах господствующего класса. И это непреложные правила и определение государства. Поэтому до каких же пор будет существовать это государственное принуждение? До тех пор, пока не будут полностью уничтожены классы. А для полного уничтожения классов надо сделать очень много. Во-первых, надо совершить социалистическую революцию. Это достаточно? Нет, недостаточно. Потому что у власти будет стоять теперь другой класс. Будет каждое государство. Это диктатура господствующего класса. А что значит диктатура? Диктатура-то означает, что власть не ограничена никакими законами. Никакими. Почему она не ограничена? А потому что она организовывает принятие этих законов. Кто их принимает, тот имеет возможность осуществлять. Его это никак не ограничивает. Поэтому господствующий класс законами не ограничен. Поэтому законы не для него. То есть, для него тоже, чтобы они не отступали от общей линии, другие представители этого господствующего класса. Но общая линия осуществляется в интересах господствующего класса. Есть, поэтому типов государства очень мало. Есть государство рыбовладельческое, таковых уже нет. Есть государство феодальное, совсем таких уж тоже нет. Есть, например, Эмираты арабские. Там вроде государство еще феодальное, а экономика уже давно капиталистическая. Есть государства буржуазные, в которых кажется, что все решают, все заодно. Но поскольку участвуют в голосовании все, а сила разная, экономическая, то всегда выигрывают представители правящего класса. Правящий класс осуществляет свою диктатуру. А носит она всеобщий такой характер, как бы это всеобщие власти, это все участвуют, это все. Идите, поэтому всех зовут на выборы. Потому что, если вы все придете, то мы будем считать, что буржуазия хорошо изучила марксизм. Она знает, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если у нас общественное бытие какое в России? Буржуазное. Значит, сознание у большинства какое? Буржуазное. А если сознание буржуазное, значит, голосовать будут в соответствии с тем, какое сознание. Правильно? Значит, когда руки будут поднимать или, соответственно, в бюлизениях вычеркивать или добавлять, то будут руководствоваться буржуазным сознанием большинству. А меньшинство не буржуазным сознанием, а пролетарским. В итоге кто победит? Победит буржуазии на выборах. Был ли хоть один такой случай за всю историю, чтобы на выборах победили представители не господствующего класса, а подчиненного? Не было. Это иллюзия такая, что вот можно выиграть на выборах. Ну, вы в рулетку когда-нибудь играли, в наперстке. Идите, сыграйте с наперстанчиками. И уйдете гол, как сокол. Поэтому надо понимать, что на выборах всегда, на самых демократических, передемократических выборах выиграют всегда представители правящего класса. Вы можете участвовать иногда, какое-то количество проходит в такие органы, как парламент. И во многих государствах есть в парламенте представители угнетенного класса. Но они именно потому и представители, что их мало, они как бы украшают это буржуазное государство. Вот видите, у нас тут народ выбрал представителей буржуазии, а это вот эти люди, они не согласны, но и не согласны тоже избрали своих людей. Другое дело это избрание, допустим, президента. А если вы избираете президента, как вы думаете, президент может быть наполовину представителем буржуазного класса, или на две трети представителем буржуазного класса, на одну треть представителем рабочего класса. Нет, он представитель буржуазного класса, но грамотный, понимающий, что какие-то интересы эксплуатируемого класса тоже нужно в какой-то мере удовлетворять, чтобы не было бунта. Поэтому он представляется или выставляется как представитель всего народа, хотя, как вы понимаете, президент – это представитель господствующего класса, и избирается он для того, чтобы осуществлять диктатуру Бургазии. Поэтому очень странные какие-то органы, объявляющиеся органами трудящихся, вроде КПРФ, которые предлагают избрать коммуниста какого-нибудь на пост президента. Или представитель коммунистической партии, не впрямую, с его представителя на пост президента. Но вы же, наверное, понимаете, что президент в системе буржуазной диктатуры подчиняется кому? Буржуазии. Если он подчиняется буржуазии, он будет осуществлять какую диктатуру? Диктатуру буржуазии. И раз он будет подчинять диктатуру буржуазии, как же можно выставлять на такой пост, который, в принципе, существует для того, чтобы осуществлять диктатуру буржуазии, кого-то из трудящихся. Но если он будет осуществлять диктатуру буржуазии, он будет предателем. А если он будет пытаться осуществлять диктатуру, пролетариат его прогонят. Если не убьют. Как вы понимаете, это серьёзное дело государства. Классовая борьба. Вот это, так сказать, что касается системы выборов, которая создаёт иллюзии того, что здесь всё обсуждается, всё рассматривается. А на самом деле это всё подготовка к принятию мер государственного принуждения. Но когда это всё кончится, то когда перестанут принуждать? То есть, каковы судьбы государства и каковы перспективы? Перспективы таковы. Когда устанавливается власть рабочего класса, то тогда эта диктатура уже ближе к народной. Потому что это диктатура большинства. Над чем? Над меньшинством. Это господство большинства над меньшинством. Это, по крайней мере, действительно и демократии. Потому что все демократии, которые были до этого, рабовладельческая демократия, это демократия чья? Рабовладельческая. А рабов вообще из людей не считали. А вот при буржуазном строе трудящихся считают за людей, но таких людей, которые почитают то, что мы напишем, посмотрят телевизор, в телевизоре то, что мы покажем, и проголосуют так, как мы им скажем. А у нас будет говорящих голов много, которые будут объяснять, как правильно голосовать. И в итоге большинство так и проголосует. Вот пример. Как известно, большевики в 1917 году участвовали в выборах в учредительное собрание. Демократические были выборы. Какое место заняли большевики? Второе. А потом взяли и взяли власть. И в Советах они имели большинство. А вот в учредительном собрании меньшинство, а не большинство. В чем дело? Вот есть такая специальная статья, Ленин ее специально подготовил для решения этого вопроса, для анализа этого вопроса. Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата. Том 40-й, полное собрание сочинений, с нее начинается. И в этой работе Ленин показывает и рассказывает, что при господстве буржуазных определителей воли, то есть это бумага у кого в буржуазии, печать у кого в буржуазии, газеты у кого в буржуазии, книги издательства у кого в буржуазии, то есть в руках у буржуазии имеется все необходимое для того, чтобы большинство населения проголосовало за буржуазию. Не надейтесь, что можно до революции как-то получить трудящимся большинству в парламенте. И наоборот. Если вы получили, если вы совершили революцию, первое, что вы должны сделать, отобрать в буржуазии все источники ее воздействия на трудящихся, отобрать на нее бумагу, отобрать на нее газеты, отобрать на нее издательства, отобрать на нее журналы. И вот это все обратить на осуществление интересов рабочего класса трудящихся. И вот тогда на выборах вы будете иметь большинство, вы уже рабочий класс. Потом вы отобрали у нее фабрики и заводы, и поэтому отобрали на нее богатство, и подкупать она уже не может никаким образом тех, кто участвует в выборах. Поэтому те же самые выборы, они впервые становятся демократическими, потому что они в демократическом государстве, где у власти большинство. А в буржуазном государстве у власти всегда меньшинство. А если у вас меньшинство, так это не демократия, потому что демократия, это диктатура большинства. А у вас диктатура меньшинства в буржуазном обществе, в буржуазном государстве. То государство, которое формировалось у нас в России после революции, оно очень сильно отличалось по устройству от тех государств, которые были буржуазными. Вроде бы казалось, там есть такие всеобщие органы, как парламенты. Но, как известно, парламенты проходят или по партийным спискам, когда заведомо проходят представители буржуазных партий в большем числе, или проходят по округам. Это значит, только у вас деньги есть, тот в этом округе и победит. Вот представьте себе, мы с вами соревнуемся на выборах, только у меня много денег, у вас мало. Вы маленькие листочки клеите, проходит ваша команда о том, что голосуйте за Иванова. А я, у меня целая команда набрана, я деньги плачу, у них лестница, они цветные плакаты на высоте 4 метра вешают, приведу, до них не допрыгнуть и не зачеркнёте. А ваши все плакаты срываются или просто их раз зачеркиваются, вот так. И всё. Кто победит? Не говоря уже о том, что вот есть государство предоставляет одинаковое время для представителей, для всех кандидатов, бесплатное, одинаковое. То есть, вот скажем, 15 минут, я буду выступать 15 минут, и вы будете выступать 15 минут. А потом я, значит, поскольку я заплатил, я буду 4 часа выступать, потому что я оплатил это время. И я вот был доверенным лицом у кандидатка в народные депутаты СССР о Валиане, в Зарстную Думу о Валиане Тимурада Георгиевича. Мы с ним ходили, так сказать, выступать на телевидении, я, как его доверенное лицо, тоже выступал. Но он деньги заплатил, и мы выступали, пока деньги не кончились. Деньги кончились, мы перестали выступать. Так что это дело очень понятное. А другие сидят с утра до вечера. И это как бы не считается нарушением закона, потому что бесплатное время поровну, а платное есть. Деньги есть у вас, пожалуйста, выступайте. Ну вот Советы ведь по-другому организовать. Это органы, которые сделали сами трудящиеся. Советы – это органы, которые получились делегированием от забастовочных комитетов. А где забастовочных комитетов не было, к ним прибавились делегаты от соответствующих коллективов. В итоге Советы – это органы, которые выбираются от производственных единиц завода или фабрика. Ленин писал, и это заключено в программе партии, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Это значит, что люди, которые на заводе и фабрике, они там встречаются каждый день, и уж всяко там есть хоть одна смена, которая работает. Поэтому всяко вот те люди, которые в эту смену, они всегда могут проголосовать. Поэтому там всегда явка не бывает такой, когда 5 или 7 процентов, там всегда может быть явка порядка 30 процентов. Ну, вот порядка чуть больше 30 процентов и установлено было в правилах, что вы, что не так, чтобы загонять людей на выборы или тащить людей на выборы, а если хотите, вы больше можете проголосовать, но если у вас треть коллектива проголосовала, как вы думаете, там же однородные, так сказать, позиции у коллектива. Так не бывает, что треть коллектива за одно, вторая треть за другое, а третья за треть. Заводские коллективы сплоченные, и у них позиции примерно одинаковые. Они между собой общаются постоянно. Вот есть такое положение. У нас есть книга с профессором Каденовым, которая называется «Советы как форма государственной власти», недавно вышедшая. И там есть это положение на выборах, в котором записано, как формируются органы власти. Это первая ступень. Это городские советы и областные. Это депутаты. Советов. А дальше от них формируется уже орган второго уровня, съезд Советов. А на съезде Советов делегаты. Вот эти делегаты, это те же самые депутаты. И они только выбраны уже с уровня городского или областного. Но если их завод отзовет, то и не будет его нигде. Ни в городском Совете, ни в областном, ни наверху на съезде Советов. Поэтому была такая очень демократическая система, связанная с тем, что самое важное демократическое право, писал Ленин, это право отзыва. Если вы можете избирать или отозвать того, кто наговорил вам хорошее и доброе, а потом делает наоборот, то это демократическая система. А если он наговорил, вы поверили, проголосовали, избрали, а он делает прямо противоположное. А вы отозвать не можете. Иначе система не демократическая. Надо сказать, что в самом положении мы это положение опубликовали. Там был изъян. Примечание такое, что, дескать, вот с уровня городского Совета или областного можно направить на съезд Советов не депутата, избранного в производственном коллективе. Это значит, открывалась, так сказать, дорога к тому, чтобы туда появились люди, которых потом не отозвать. Ну, а потом уже и вообще состоялся переход на территориальные выборы по тому принципу, как формируются парламенты. Конечно, форма, хоть вроде бы тут не является абсолютно решающей. То есть, есть партия, и партия, так сказать, заботится об интересах рабочего класса. Но ведь и партии изменяются, и партии могут изменить своему классу. И история рабочего движения это показывает. Поэтому, кроме всяких партийных таких инструментов, идеологических, здесь должно быть использовано это право на отзыв. И поэтому, конечно, та система, которая у нас записана была в программе партии, и просуществовала эта запись, по крайней мере, до 1961 года, очень важна. Вот эта вот система Советов обеспечивала действительную демократию. Власть большинства. Потому что крат, крат, крат это власть, демо, демо, это народ. Действительно, демократия давала только советская власть. А будет ли демократия при полном коммунизме? Не будет. Почему? Потому что не будет власти. Не будет государственной власти, поэтому демократии не будет. А общественное самоуправление останется. Вот перспективы. Если мы действительно сначала сделаем революцию, установим власть рабочего класса, диктатуру петераряда, тогда могут начаться действительно свободные выборы для кого? Для трудящихся. А что касается выборов для буржуазии, первое время после революции, для них вообще права голоса не было. Для тех, кто сидел у вас на шее, эксплуатировал трудящихся, у них не должно быть права выбора. Вот таким образом обстоит дело. Ну, мы представим себе, что построен социализм. Вот у нас был в СССР построен социализм. Уничтожен ли при этом класс? Нет. Социализм без класса общества? Да. Можно сказать, что социализм это общество безклассовое. В каком смысле? Только в том смысле, что нет антагонистических классов. А это самое главное. То есть, в этом смысле безклассовость уже как бы есть. Но все остальные классовые различия остаются. Давайте их снова перечислять. Различия по месту в исторически определенном системе общественного производства между городом и деревней остаются различия? Остаются. По отношению к средствам производства вот тут не остаются. Пароли в общественной организации труда остаются. Одни непосредственно создают материальные блага, а другие им советуют, как создавать. Вот, скажем, я нахожусь в положение человека, который советы дает, а сам непосредственно материальный благ не произвожу. Так, по размерам и способам получения этой доли общественного богатства, которые они располагают. Тоже есть и по размерам, и способам получения. И Ленин подчеркивает, для полного уничтожения классов необходимо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. Это дело очень долгое. И вот пока оно не уничтожено, остается государство, и сам этот процесс возможен, движение вперед, только если это государство является государством диктатуры пролетариата. Если оно вдруг перестает быть государством диктатуры пролетариата, начинается движение вспять, что, собственно, и показали события в нашей стране с 1961 года по настоящее время, с 1961 года и постоянно движение шло вспять. Понятное дело, что, поскольку движение вспять не сразу все переворачивает, то оно сначала представлялось как продолжение движения вперед, но более замедленное. Потом оно предстало как застой. Потом оно предстало как падение. А теперь оно уже представляется как такое движение, когда движение вспять закончилось, уже сформировалось в 90-х годах вполне буржуазное общество и буржуазное государство, и государство буржуазное опирается на сформированный заново буржуазный класс, И, следовательно, теперь с точки зрения буржуазии все хорошо. Теперь вы идите, выступаете, говорите, что хотите, пишите, что хотите, и избирайте, кого хотите, а все уже организовано так, что побеждать будут во всех этих игрищах на общественном поле класс буржуазии. А какое-то количество людей может пройти, которые защищают интересы трудящихся, в парламент. На то и парламент, что там поговорит. Парламент от слова парле. Говорили. Вот на этом мы сегодня нашу лекцию и закончим. И главный итог нашей лекции, что всякое государство – это машина насилия в интересах господствующего класса, что это диктатура соответствующего правящего класса. А диктатура – это власть, не ограничена никакими законами. И диктатура, нынешняя диктатура буржуазии, никакими законами не ограничена, потому что именно, собственно, она и творит эти законы, и устанавливает законы. Поэтому эти законы для нее не ограничения. Они ограничения и законы для противоположного класса. Спасибо за внимание. До следующей лекции.